Звонок на урок для учеников 81-й школы радостен вдвойне. Последние годы учебное заведение было закрыто на ремонт. Мы так долго сучились с начальной школы практически и конечно было не все равно, очень хотелось вернуться. Мы все-таки ждали, что ее все-таки починят, мы верили и наконец-то дождались, ее открыли. Мы очень безумно счастливы. Взрослые волнуются не меньше детей. Юрия Макарова на школьную линейку привела ностальгия. В эту школу он пришел в первый класс еще в послевоенном 47-м году. Учиться хотели, но понимаете, что не хватало ни тетрадей, ни учебников. У кого-то что-то где-то достало, ну тоже доставали, по-всякому было. И все к нему. Четыре года назад школу закрыли, здание обветшало и учиться в нем стало небезопасно. Некоторые даже писали и говорили о том, что школа не будет сохранена, а на ее месте может появиться торговый центр. Однако сегодня учебное заведение с богатейшей историей предстало в обновленном виде. Окончательную точку в ремонте мы поставили в этом году благодаря принципиальной позиции нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина, который выделал необходимые ресурсы. Школа должна была быть открыта 1 декабря. Я считаю, что для горожан это очень важно, что школа открывается 1 сентября. В торжественном открытии приняли участие глава администрации города Олег Фурсов, сенатор Совета Федерации от Самарской области Дмитрий Азаров, руководитель департамента образования Лилия Галузина и министр образования и науки Самарской области Владимир Пылев. Он отметил хорошую работу городских властей. Те договорились с подрядчиком о круглосуточной работе строителей и контролировали их в ежедневном режиме. В рекордные сроки подготовили школу к учебному году. Сейчас ведутся завершающие работы. Учебному процессу они не помешают. Сегодня на месте школы, которая, подчеркиваю, уже была списана, которые говорили, что невозможно восстановить, было найдено и проектное решение. И сегодня мы видим, что она уже близка к стопроцентной готовности. Первый урок в этом учебном году у 11-ти классников провел глава администрации Олег Фурсов. Разговор зашел о будущем. Большинство ребят уже решили, куда пойдут учиться после школы. Благодаря усилиям губернатора в Самарской области созданы все условия, чтобы выпускники поступали в местные вузы. Как результат, 81% медалистов в этом году остались в Самаре. Олег Фурсов выразил надежду, что и нынешние выпускники последуют их примеру. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Матвеевична, Станислав Левин.